Добрый вечер, дорогие друзья, дамы и господа, подписчики и гости канала. Сегодня четверг, 20 мая 2021 года. Я вас приветствую из Брюсселя и мы продолжаем говорить о политике. Итак, сегодня я решила предложить вам две различные темы, потому что был бурный день дискуссий и голосований в Конгрессе США. Одна тема касается внутренней политики президента Трампа, обсессии демократов президентом Трампом. Как вы знаете, это болезненное состояние никак не может их покинуть. И они решили создать комиссию по расследованию событий 6 января на Капитолийском холме. Об этом будет мой второй сегмент, потому что первый, я считаю, более срочный. Уже начались обсуждения в сети этой темы, а именно сегодня в Конгрессе представитель Тони Гонсалес, это естественно республиканец, предложил дополнительно финансировать защиту израильтян, дополнительно выделить 500 миллионов долларов на систему железный купол. Вы знаете, что это за система. Даже люди, которые далеки от военного дела, видели все эти фотографии, как ракеты, запущенные Хамас, перехватываются вот этой противоракетной системой обороны, железный купол Iron Dome, который очень эффективно до сегодня защищает израильтян, население Израиля, потому что там живут не только израильтяне, но все население этой страны. И поскольку демократы, как вы знаете, занимают пропалестинскую позицию, это удивительно, но это так, то они проголосовали против того, чтобы предоставить дополнительное финансирование этой системы противоракетной обороны, железный купол. И в связи с этим я хотела бы предложить обсуждение, потому что есть различные комментарии, которые свидетельствуют о непонимании того, что происходит. Во-первых, голосование прошло по строго, по партийной принадлежности с разницей в 9 голосов. То есть республиканцы проголосовали, конечно, за финансирование, потому что они считают, что в эти дни такого серьезного глубокого кризиса надо поддерживать израильтян. Это, как они повторяют все время, единственный союзник и верный друг США на Ближнем Востоке. Это также единственная демократия, другой там пока что нет. И их нужно поддерживать в этой войне против террора, против террористов Хамас. Поэтому Гонсалес и предложил вот это дополнительное финансирование на систему железный купол. Конечно, все это очень красиво смотрится на фотографиях и даже воспринимается многими людьми далекими от военной науки с восторгом, потому что действительно красиво чисто с точки зрения графики, когда на темном небе ракеты перехватывают другие ракеты, и они падают, и не достигают цели. Но на самом деле это не салют. Каждая такая боеголовка системы железный купол стоит 80 тысяч долларов. То есть это очень-очень дорогая система. Конечно, все прекрасно понимают, что жизни людей намного дороже, как подчеркивают сенаторы, жизнь бесценна. Поэтому они хотят поддержать Израиль и предоставить дополнительно, дополнительно хочу подчеркнуть эти 500 миллионов долларов. Из них непосредственно на систему купол должно было быть предоставлено 73 миллиона. И на другие военные нужды, неотложные военные нужды, момента. Соответственно, другие суммы, кого это интересует, я расположу точно цифры, я не буду их воспроизводить по памяти, я расположу под этим видео. Но демократы категорически возражают, как вы знаете, они отстаивают палестинскую правду, и я не случайно сказала слово правду. Они отстаивают палестинскую позицию, скажем так, многострадального палестинского народа. Я совершенно согласна, что это многострадальный народ, потому что они выбрали Хамас, поэтому как можно быть счастливым, если там во власти террористы. Но в настоящий момент, конечно, демократы проголосовали против этого финансирования исключительно с политической точки зрения. Хочу подчеркнуть, что появились комментарии, что Израиль подвергнется опасности. Нет, это не так, потому что у Израиля каждый год американское финансирование почти в 4 миллиарда. То есть американцы каждый год выделяют Израиль на систему обороны, там различные программы, я не буду всех сейчас здесь приводить, цитировать, это в общем ни к чему, потому что у нас широкая публика, у нас не все специфически интересуются военными моментами. Но вот эта сумма точная 3,8 миллиарда долларов каждый год, она всецело, целиком покрывает военные нужды Израиля на оборону. Поэтому, конечно, никакой речи, никакой опасности не идет. В чем проблема? Проблема в том, что, конечно, сейчас это все очень дорого стоит, и поэтому это ударит по другим нуждам, потому что, как вы представляете, в каждом государстве есть пакет, и, соответственно, используя так часто систему, в которой каждая боеголовка стоит 80 тысяч долларов, соответственно, Израиль очень дорого заплатил за этот период обострения, скажем так. Поэтому нельзя предположить, что Израиль останется без защиты, у Израиля достаточно средств на оборону, но, конечно, это ударит по экономике, безусловно, потому что это, я бы сказала, слишком дорогая цена за эти бесчинства и безобразия Хамаса, потому что каждую ночь приблизительно, в полном смысле слова, превращается в дым около 10 миллионов. То есть это колоссальные, колоссальные средства, которые могли бы быть направлены совершенно на другое, на другие нужды, на инфраструктуры. Тем более сейчас Израиль, как и все страны, как и европейские страны, как и средиземноморские страны, нуждается в средствах на здравоохранение, потому что пока что, похоже, пандемия не отступает, и многие говорят о второй волне. К тому же на второй план были отодвинуты другие пациенты, поэтому, конечно, все это очень непросто. И с этой точки зрения Гонзалес совершенно прав, что Израилю нужна помощь. И этой же точки зрения придерживаются и сенаторы, потому что Том Коттон, Круз и другие сенаторы сегодня вышли с инициативой. Они хотят часть помощи, гуманитарной, так называемой, помощи, которую США предоставляют Газе, перенаправить на гуманитарные нужды Израилю, потому что у Израиля сейчас тоже гуманитарные нужды. И тем более, что встает вопрос, я хотела бы отдельно обсудить эту инициативу Тома Коттона, потому что, конечно, встает вопрос, который задают многие люди. Не надо думать, что все верят этой пропаганде. Многие люди задаются вопросом, как так, допустим, Евросоюз за последние пять лет перечислил палестинскому народу, я не могу не улыбаться, я сейчас объясню, почему палестинскому народу многострадальному перечислил, 1,3 миллиарда на гуманитарные нужды. Но это ни к чему не приводит, потому что они, как вы знаете, продолжают оставаться в этой чудовищной нищете, потому что, судя по всему, средства, идет нецелевое использование средств, потому что иначе объяснить такое количество оружия, которое там скопилось, просто невозможно, поскольку похоже, что у них не заканчивается склад ракет. Прошла информация о том, что главари Хамаса запросили о пощаде, они хотят перемирия. Это пока что непонятно, потому что министры совещаются, израильские министры совещаются, и они будут принимать решение, потому что военные запланировали еще одну операцию на пятницу, и они попросили жителей прилежащих районов, прилежащих к сектору газа, выключать свои камеры, выключать электронику. Я не буду точно воспроизводить этой просьбы, потому что я лично ее не читала. Это то, что передают средства массовой информации, что израильские военные будут проводить там завтра операцию в секторе газа, то есть там какие-то, опять-таки, они нашли то ли склады, то ли что-то еще. В общем, они должны ее завершить. Вот это, в принципе, в целом то, что нам сегодня известно, и я бы хотела посвятить инициативе сенаторов, которые требуют того, чтобы средства были перенаправлены с сектора газа на Израиль, отдельный сегмент. Я не сделаю это сегодня, я сделаю это обязательно завтра, потому что мне самой надо изучить этот вопрос более подробно, что могут сделать сенаторы, потому что вы видите, что демократы завалили. Вы знаете, что там есть, как называет Маржори Тейлор Грин, эту группировку, она называет отряд джихад. Вот это Ильхан Амар, небезызвестная вам представительница, также Александрия Оказио-Кортес, это вот такие лидеры, лидеры этого пропалестинского, пропалестинских симпатизантов, назову их так. Итак, почему меня так умиляет, и почему я не перестаю иронично улыбаться, я повторяю, у меня свифтианский юмор, поэтому некоторые люди меня спрашивают, а что вы улыбаетесь? Но это такой черный юмор, свифтианский, то есть это не значит, что я считаю это хорошо, но просто мне всегда удивительно то, что евреи жили столько тысячелетий, не подозревая, что палестинцы не они. Пока в 67 году их пути, пути еврейского народа не пересеклись с политтехнологами СССР, потому что тогда на волне деколонизации, потому что СССР участвовал в деколонизации Африки и других народов мира самым активным образом, они также сконструировали этот проект «Освобождение Палестины». И соответственно с этого момента началась вот эта мифология многострадального угнетенного палестинского народа. Надо сказать, что они провели совершенно блестящий ребрендинг, потому что вы представляете, какая перед ними была задача. Это крохотный маленький Израиль, это маленькое государство и арабский мир. Арабский мир – это от Атлантического океана до Индийского, это от Мавритании до Ирака. Это 13 миллионов квадратных километров суши. Ну если мусульманский мир, то, конечно, еще намного больше. Но арабский мир колоссален. И тут выяснилось, что им надо еще выкроить из Иудейского царства парочку-тройку халифатов. Ну и, конечно, они провели этот ребрендинг. И тут оказалось, что есть многострадальный, угнетенный палестинский народ. Но самое удивительное то, что Советский Союз рухнул, холодной войны больше нет. И сегодня американские демократы, демократы пользуются этой мифологией времен холодной войны, эпохи СССР, которой изобретена эта мифология о многострадальном палестинском народе. Вообще Палестина это так же, как Патагония или Сибирь. Это географическое понятие. Сам Эммануил Кант писал, палестинцы или евреи среди нас. То есть в 19 веке даже это было синонимами, потому что Палестина, евреи это были слова-синонимы. Но все изменилось, политтехнологи изменили нашу жизнь. Не в лучшую сторону, надо сказать. И, конечно, я считаю, что основной задачей сейчас с точки зрения политики является разоблачение этой мифологии, потому что точно так же, как и Хрущев разоблачал преступления Сталина, точно так же на 22 съезде точно так же должна быть конференция или должно быть политическое мероприятие, которое специфически развенчает эту ложную, фальшивую терминологию, потому что не называя вещи своими именами, мы никогда не решим эту проблему. То есть диагноз этой проблемы может, вернее диагноз этой проблемы обуславливает успех лечения этой болезни. На этом я хочу завершить. Поэтому, дорогие друзья, никто не остается в опасности. Израиль имеет достаточно средств для того, чтобы обороняться. Но, конечно, это жест демократов. В очередной раз они самые умные, на мой взгляд. Но что делать, раз они такие люди, нам приходится быть, как бы сказать, как бы повежливо сказать, нам приходится относиться с пониманием и надеяться на то, что все-таки республиканцы придут к власти в 22 и далее в 24 году. Мой второй сегмент будет всецело посвящен именно этому приходу к власти президента Трампа и тому суеверному страху, который эта перспектива внушает демократам. Всем приятного вечера и жду ваших комментариев.